Всем привет! Наверняка каждый из вас хоть раз видел рисунки на асфальте или на стенных домов, выполненные в технике 3D. И многие из них кажутся реально крутыми, согласитесь. Однако отношение к этому явлению городской культуры может быть самым разнообразным. От обвинения художников в вандализме до восторженных отзывов и благодарностей за украшение серых стен мегаполисов. Существует куча примеров мирового масштаба, наглядно демонстрирующих высокий уровень работ современных уличных художников. Разукрашенные стены и дороги запросто могут оживить даже неуютный и отдаленный район города. Хотите взглянуть на несколько примеров наикрутейшего уличного творчества? Тогда поехали! Ледяная трещина. Посмотрите на это произведение искусства. Это удивительное трехмерное изображение, которое назвали «ледяной трещиной», сотворил уличный художник по имени Эдгар Мюллер для фестиваля мировой культуры, проходившего в 2008 году в Ирландии. Чтобы нарисовать такую объемную картинку размером 250 квадратных метров, ушло целых пять дней. Художник со своей командой постарались на славу, ведь изображение разлома в леднике выглядит очень правдоподобно. Кстати, во время прохождения фестиваля этот проект был замечен и поддержан представителями Института Гетте в Германии и признан вкладом в историю немецкого искусства. Терракоттовая армия. А как вам такой рисунок? Перед вами терракоттовая армия в виде фигурок лего. Если кто не знает, что это за армия такая, то немножечко расскажем. Это глиняные воины одного из первых правителей китайской династии Цинь, которые были захоронены вместе с ним в мавзолее. Считается, что солдаты из армии императора сопровождали его в загробный мир, чтобы там быть ему надежной опорой и защитой. Этот исторический факт, как видите, послужил отличным сюжетом для творчества. На фестивале асфальтового рисунка во Флавиде голландский художник Леон Кир вместе с другими уличными художниками из объединения Planet Street Painting нарисовали вот это огромное изображение. Посмотрите, сначала кажется, что изображения терракотовых солдат непропорциональны и растянуты, но стоит взглянуть на них под определенным углом, и они сразу станут объемными трехмерными фигурами. Творцам потребовалось немногим меньше недели, чтобы сперва наметить мелом специальную сетку с правильным перспективным искажением, затем очертание будущего рисунка и только после этого перенести его с бумаги на асфальт в масштабе 1 к 100. На фестивале эта работа заслужила массу комплиментов не только со стороны зрителей, но и со стороны экспертов. Марио. Мы уверены, что практически каждый из вас знаком с этим героем. Рисунок известного персонажа Супер Марио был выполнен художником из Колорадо по имени Крис Карлсон цветными мелками в 2012 году. Этот талантливый парень превратил свое хобби в работу. Он занимается 3D-дизайном на плоских поверхностях и уделяет огромное внимание в своих работах различным персонажам из компьютерных игр и мультфильмов. Вот, например, еще одно творение Криса — голова робота Бандера из мультфильма «Футурама». Узнали? Нам кажется, что этот парень просто талантище, раз он без посторонней помощи вытворяет такие вещи. Самый большой 3D-рисунок Именно такого звания удостоилась совместная работа стрит-арт-дуэта под названием «3D-Джо и Макс». При поддержке всемирно известной компании «Рибок» художникам удалось создать на улице Лондона потрясающее объемное изображение на асфальте длиной целых 105 метров. Это знаменательное событие было увековечено в Книге рекордов Гиннесса 17 ноября 2011 года. Надо отметить, что эта награда по праву принадлежит художникам, так как им удалось не только создать самый большой объемный рисунок в мире, но и придать ему захватывающий вид. Глубокие трещины, обрывы скал и водопады сложились в это произведение искусства площадью только представьте — 1160 квадратных метров. Местом расположения этого рисунка был выбран именно центр города, так как, по мнению художников, очень важно было донести до людей значимость 3D-живописи и признание его как полноценного направления искусства. Творческий дуэт, состоящий из парней по имени Марио Шу и Даниэль Сайеринг, как видите, гораст на мега-креативные изобретательные выдумки. Недавно они придумали, как из обычного, ничем не приметного дерева сделать по-настоящему фантастический объект. Сначала небольшую часть ствола они обмотали пленкой, а затем с помощью аэрозольных красок нанесли на нее изображение, имитирующее линию горизонта и пейзаж, на фоне которого растет дерево. Успех идеи зависел от того, насколько правдоподобным получится рисунок, и ребятам удалось достичь максимального сходства. Если смотреть на дерево издалека, то будет казаться, что у него нет части ствола, его будто вырезали, а верхняя половина дерева чудесным образом повисла в воздухе. Конечно, такую иллюзию легко разгадать, стоит только подойти к дереву, но для невооруженного глаза оно покажется чем-то действительно необычным и эффектным. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.